В Суздале В Суздале есть четыре объекта из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, то есть, так сказать, места первой необходимости для посещения. Три находятся в самом городе, а вот четвертая в пяти километрах от центра Суздале, ну или в четырех от автовокзала. Это древнее село Кидыкша, бывшая резиденция суздальских князей. По древности она не уступает самому Суздалю. Указателей на памятники тут никаких нет, но проехать мимо и не заметить их все равно невозможно. Высокая шатровая колокольня прекрасно видна с дороги, а с моста чудный вид на весь комплекс. Тут стоит самый древний храм в средней полосе России. В середине XII века князь Юрий Долгорукий, да-да, тот самый, основатель Москвы и еще многих городов, повелел выстроить здесь укрепленную резиденцию с валами, княжескими палатами и, конечно, собором. Этот собор Борисоглебский, построенный в 1152 году и сохранился с тех времен. Изначально он выглядел не совсем так. Был похож, вероятно, на Спасо-Преображинский собор в Переславле-Залесском. Но часть стены кровли обрушились в XVI веке, и храм восстановили в таком виде, в каком он теперь, с небольшим куполом и укоротившимися стенами. От собора открывается великолепный вид на реку Нерль. Сейчас трудно представить, что и она, и каменка, которая здесь в Нерль впадает, были судоходными, и по ним ходили торговые и военные древнерусские суда. Но это было именно так. Сейчас же в Нерли и каменке только купаются да ловят рыбу, ну и на легких лодочках катаются. Резиденция князя тут пробыла недолго, только в XII веке. Потом здесь был монастырь, небольшой, скромный и небогатый. В XVIII веке его попросту закрыли, а храмы отдали местным прихожанам. Примерно в то время были выстроены все остальные постройки храмового комплекса. Во-первых, шатровая колокольня, знаменитая тем, что стоит с наклоном. Этакая местная пизанская башня. Заваливаться она начала почти сразу после постройки. Ее укрепили, так теперь стоит падающая. На колокольне раньше висел колокол. Еще в монастырские времена подарок от Ивана Грозного. Во-вторых, вместе с колокольней построили низенькую ограду и большие красивые святые ворота. И, наконец, маленькая зимняя Стефаниевская церковь. Совершенно классический Суздальский храм. Летом службу проводили в соборе, а зимой протопить такую махину было сложно, и богослужения шли в невысокой теплой церкви Стефания. После революции собор чуть не разломали на камне. Только суздальские музейщики, вмешавшись, остановили это безобразие и забрали Борисоглебский собор, а заодно и весь остальной комплекс под свою опеку. Сейчас это часть Владимира Суздальского музея-заповедника. Если собор будет открыт, внутрь обязательно стоит зайти. Там сохранились фрески XII века, которые чудом уцелели. В том числе над гробницей невестки Юрия Долгорукова. Кидокша с ее древним, простым и суровым собором над живописной Нерлью совершенно особенное место. Туристы сюда добираются из Суздаля далеко не всегда, но если вы доедете, точно не пожалеете. Отголоски глубокой древности здесь слышны даже лучше, чем в самом Суздале. В каждом выпуске мы рассказываем о необычном и самом интересном. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик уведомлений, смотрите и путешествуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok